Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенон». Мы начнем сегодня первое отделение такой длинной композиции, состоящей из трех частей. Первое – это фрагмент из темы гениального Орнета Коммана. Эту тему он написал в 1958 году, когда впервые заявил о том, что он создал фри-джаз. Тогда на него все набросились, сказали, что это вообще какое-то хулиганство. И публика, и критики, и даже джазмены, в общем, его не приняли. Но уже через год он был номинирован на Грэмми. Настолько убедительно его музыка оказалась. Причем в то время он предложил играть без ритма, без квадрата, без гармонии. В общем, это был действительно, на первый взгляд, такой просто как хулиганский подход к джазу. Здесь свинг был в самом главном. Но вот выяснилось, что такая музыка тоже имеет место. Особенно Орнет Комман всегда отличался потрясающим мелодизмом своих композиций. И вот сейчас вы услышите эту пьесу, которую он назвал «Lonely Woman». Это вот здесь, она прозвучит именно так, как она звучала в том самом 58-м году. Мы постараемся, конечно, своими средствами отразить вот всю глубину этой темы. Как он выразил состояние такой одинокой женщины. Перейдет эта пьеса в один из хитов оперной музыки. Это Жорж Безе, который сочинил когда-то оперу «Кармен» и вставил туда народный итальянский помутанец «Фарандово». Тогда вообще в оперы обязательно вставлялись какие-то танцы. Ну и закончится это еще одним хитом из области джаза. Это пьеса из апертуара очень популярной когда-то группы Дэйва Друбака. Ее написал, правда, Пол Дэзмонд, саксофонист этого ансамбля. Но все ее чуть приписывают Дэйву Друбаку. Она называется «Take Five». Особенность этой пьесы, она тоже в 1958 году появилась. И тоже вызвала на это умение очень многих критиков. Они сказали, что это не джаз. Потому что джаз должен быть только на 4 четверти. Сверговать на 5 четвертей невозможно. А потом выяснилось, что возможно. И эта пьеса до сих пор входит в разряд наиболее популярности джаза в чьей-то. Итак, «Луна и Ума», «Фарандово» и «Take Five». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ее автор Крисет Джонс он когда-то написал ее в то время, когда он, кстати, занимался еще делами Майкла Джексона если вы знаете, он практически солдал Майкла Джексона сделал для него все анжировки и вот сейчас подручит эта песня, она очень не характерна вообще для поп-музыки поскольку там голосовский такой текст и я думаю, что мне не надо вам переводить вы сами поймете это замечательная одна из лучших песен в мире поп-музыки и так Крисет Джонс Everything must change и так и так и так и так Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогали. 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 Субтитры. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok